добрый день с вами филипп березин и выпуск новостей зарубежной недвижимости от приан сегодня в выпуске черногория северный кипр важнейшие цифры и анонсы из эмиратов и египта представьте только в европейской стране дорожает недвижимость действительно по нынешним временам не самая популярная фраза но в черногории все именно так с двумя оговорками местное статистическое управление фиксирует только данные по новостройкам плюс девять процентов к середине года и с учетом не слабой инфляции получается вовсе плюс полтора процента но и будущее рынка кажется в общем светлым с учетом вероятного роста ввп страны на 45 процентов в этом и следующем году это кстати прогноз мвф так что присмотреться в черногории стоит россияне в общем это делают крупнейшая диаспора иностранных инвесторов стране именно российская за первые полгода в здешнюю недвижимость вложили более 30 миллионов евро получается исходя из средних цен это 10-12 тысяч квадратных метров жилья на популярных курортах больше всего востребованы адриатический бар херцег нови петровац будва и еще в одной точке россияне оказались самыми активными на северном кипре тут тоже стоит обратить внимание на два обстоятельства с начала года спрос вырос многократно выдано почти столько же разрешений на покупку сколько за четыре предыдущих года правда тогда с учетом паузы в пандемию и второе на непризнанные части острова только треть иностранцев при покупке оформляет титул то есть полное право собственности напомню что на северном кипре это вообще не обязательно сам факт договора купли-продажи подтверждает статус владельца и объекта можно уже полностью распоряжаться перепродавать передавать по наследству сдавать в аренду оформление титула для многих лишь финансовое обременение доплачивать около 6 процентов за самый надежный документ как видите готовы менее половины покупателей эксперты блумберг заявили спрос на недвижимость в эмиратах со стороны россиян пошел на спад на некоторых форумах это сразу поспешили назвать падением рынка по мнению алармистов логичным следствием безумного роста ценового и количественного предыдущих лет ну давайте разберемся в эмиратах и в дубае в частности кризис конечно не исключен но на данный момент его все-таки нет есть замедление неизбежности которого говорили еще год назад но это пока во всяком случае замедление роста повторю данные земельного департамента дубая я приводил их неделю назад за первые 9 месяцев 23 года число транзакций в эмирате выросла на треть а общая стоимость даже чуть больше чем на треть на кризис как-то все это не похоже или вот еще пример на прошлой неделе в одном из проектов около 800 домов были распроданы за несколько часов на традиционные для этого региона предпродажи строительство проекта начнется лишь в середине будущего года сданы первые дома и таунхаусы будут лишь в 2026 только четверть из них купили граждане о остальные сделки за иностранцами средняя цена почти 700 тысяч долларов вот такие дела в общем приведенную в материале bloomberg статистику правильнее называть оценкой конкретных компаний причем именно покупателям конкретной страны и учтите еще вот что мы же это видим и в эмиратах и в турции за последние полтора года число продавцов самого разного уровня вдруг решивших предлагать россиянам недвижимость резко выросла получается в пересчете на конкретного риэлтора спрос действительно мог упасть и серьезно но главное как это видится нам россияне не ушли с рынка оаэ просто их не так много как ровно год назад паники то уже нет и еще многие покупатели просто стали продавцами нам ведь обещали удивительную доходность от жилья в дубае вот обещание и проверяются теперь анонс в середине ноября в москву приедут крупные египетские чиновники презентовать паспортную программу египта и заодно местную недвижимость говорить действительно есть о чем новому каиру предрекают чуть ли не будущее дубая конечно это во многом эмоции но ведь и предпосылки есть инвестиции в египет в первую очередь из соседних нефтедобывающих стран растут и стремительно и так в москве вы сможете лично познакомиться с людьми отвечающими за программу гражданства и и детали мы обсудили в минувшую среду на вебинаре с компанией апекс ссылка есть в описании к этому видео и там же обратите внимание ссылка для желающих прийти на презентацию она состоится 15 ноября в москве ну и регистрация разумеется обязательно заключение о турции 16 ноября вместе с юлией байдан из компании profit real estate на традиционном вебинаре мы обсудим важнейшие новости последних недель это изменения в правилах выдачи в нж изменения в правилах краткосрочной аренды как они перетряхнут турецкий рынок что уже известно и что еще только предстоит узнать и главное как действовать покупателям и собственникам в текущей ситуации регистрируйтесь по ссылке в описании или в разделе вебинары на портале при ну что ж до встречи через неделю в эфире 10 и 11 ноября то есть буквально в эти дни очно на property шоу на тишинке в москве всем мира и безопасности роста Продолжение следует...